Как и говорила вчера, наконец-то была задержалась эта посылочка, то есть подарок от мужа сейчас. Ну, аж кем-то на рабочих сутках, а подарок-то пришел, поэтому надо открывать. Ну, я понимаю, без него я понимаю, что он мне не вручил, но я похозяйничаю. Так, ну что, продолжаю тут я вскрывать. Боже, тут замутана, бумага, бумаги прям, масса бумаг. Коробка такая, здесь что-то написано. Так, сейчас секунду, подрежу ножницами. Подрезала, я на самом деле не знаю, что это такое, вот открываешь вместе с вами. Сейчас посмотрим. Понятия не имею, тут я Дианке сообщила о том, что пришло. Она, открывай, открывай, быстрее открывай. Ну вот. Вот, вот, может тут что-то нарисовано. Ничего не нарисовано, очень странно. Я думала, на коробке что-то будет изображено. Но нет. Легкая, коробка, кстати, легкая. Так, разбрасываю все. У меня тут Минош бегает как... О боже, и здесь упаковано. В бумагу. Вы представляете? Боже мой, глянь. Я в шоке. Я просто в шоке, честно. Я знаю, что я смотрела на эту куклу. Боже мой, это ж она старая. Это какого она года? Ё-моё. Честно, я в полном шоке. Ай-яй-яй. Сейчас, секунду, гляну, какого года. Я нашла 97-го года. Честно, я сказать в восторге, это вообще ничего не сказать. Я просто в шоке, честно говорю. Не ожидала вообще такого. Ну, я как бы все ожидала, но этого не ожидала, потому что мой муж против, чтобы я собирала Барби. Те, которые мне очень нравятся. Он категорически против. И тут тебе раз. Вот это тебе сюрприз. Такая красавица. Боже мой, с печенькой. Супер, супер. И там у нее еще что-то. Что там? Какие-то... Еще что-то там. Не видно мне. Я потом рассмотрю. Блин. Вообще, ну, просто... У меня прям онемение. Всем добрый день. Вы не поверите. Я сегодня работала с утра. Что я к капюшам захватился. А где поменьше? Я же была. Кто поменьше? А кто круглый насажет? Там же все там... Может, в авто... Нет. Все в одном лоточке, Диана. Круглые насадка ищет. Работала сегодня... Какая большая была? Это я купила. Это, наоборот, новая. В общем... А старая потолще? Да. А мне круглая. Потолще? Ну, да. Да, потолще бери. Ой, в общем, я работала. Работала. Вроде бы ничего. Все нормально. Вот. Даже вы видели. Даже это... Карго приехала. Мне так обрадовало. А потом... Я закончила работу. Мне такой какой-то щелчок. И все. И у меня откуда-то взялось вот эта какая-то слабость. А самое страшное, что я же видела то, что я замерзла. Я замерзла так, что я не могла вообще найти себе это место. Мы с Дианкой поужинали и... Диан, а ты что, простое радио открыла? Нет. Ну, как нет? А мужик разговаривал. Очень странно. Короче, я прилегла, смотрела, смотрела, смотрела. Видно, угрелась вот это здесь. Видите, под одеялом. И вырубилась. Вырубилась просто напрочь. Прям не могла себя поднять. Ну, просто не могу себя поднять. И все. У Дианки говорю, Диан, включи, пожалуйста, радио. Вероятно, оно мне даст возможность стать. Я так надо не сказала. Включи радио. Так, а я и сказала так же. Я сказала, включи радио, а сама подумала. Розовый, розовый. Вот. Вообще. А еще так приоткрыла глаз, а у меня тут лежит. Там шефтали сидит. Там мне нож в ногах. Вот здесь и сбоку на кушетке лежит челек. Думаю, ой, ребятушки пришли ко мне. Вся лежу такая в котах. И никто, и никто не захотел лечь ко мне поближе, погреть меня все. Все рядышком, но не рядом. Настолько, чтобы я ощущала их тепло. Короче, Дианка делает это. Про фитроли. Не про фитроли. А что это? Тесто. Какое им для скрета? Не, ну какая разница, их же ты будешь делать. Ну, без крема. Ну, без крема. Репетируют тесто. Репетируют. Просто репетируют. Я такое люблю. Все, Дианусик тут уже выдавливает. Что тебе может помочь? А что, ну, у тебя там застыло, или что? Это вроде тесто. Это же не зефир. Зефир, ладно. Зефир этот пакет не выдерживает. Такой большой, Диан, да? Я хочу больше выплавить. Ну, ты не сильно большой. Боже, я буду, представляете, я буду жить с мастером эклеров. Ой. Дианусик. Я знаю, Дианусик. Да, да. Ты, да, подмогай. Вот там, поддавливай, да. Сейчас ты... Мама. Что ты мне этот пакетик дала? Что мне теперь делать? Сейч, ну тебе... Так, а что я дала? Я ж не знала, что у тебя просто такое количество теста. Ну, давай менять. Как я перелью обратно? Да как, очень просто. Блин. Бери другую насадку. А мне эта нужна. А Таше не пойдет. А какая разница, какой у нее диаметр? Она толще. А так худее. Мне придется вот так вот кругом видеть. Ну, значит, бери вот так вот, срезай ножницами. Нож не жидко. Оно такое вкусное. Оно такое вкусное. Реально вкусное. Те что, не нравится? Вообще нет. Взрывайся. Как сырое тесто вообще. О, у тебя просто нету вкуса. Все, мешок поменяли. Дианусик, если ты не будешь вот тут вот подмогать, и этот лопнет. Вот здесь, да. И этот лопнет. Что ты такой, наверное, депрессивно мне все это? Нет, ну просто я что же... Будь осторожна, чтобы он не лопнул. А не, и этот лопнет. Дианка, ну нет, какая ты нежная. Важно правильно слова сказать. Конечно, хорошо. Я буду подбирать отныне слова. Ой. Я тут намыла нам клубнички. Диане за то, что она трудится, и себе за то, что я трудилась. Вот так вот. И что? Какой ты себе? Северя придумай, не переживай. Так же по клубничке ударим. Я чай очень хочу. Диан, давай быстрее делай. Ты мне тормозишь с чаем. Смотрите, что у Дианусички получились. Кривенькие. Ну ты же репетируешь, Дианка. Это нормально. Вспомни, сколько я зефирной массы повыбрасывала. Знаешь. Сколько я зефирной массы повыбрасывала. А я там, видишь, чтобы вниз попали. Да, этот покривился. Ничего страшного. А где, где ты говорила? А, вот этот, видите? Нельзя, чтобы вот так вот отрывать руку. Иначе он так потом как будто он голову потерял. Ну это нормально. Голова на волоске висит. Ну тоже он какой-то. Ну да, они должны быть ровные. Поэтому, ну как бы я, мы уже с Дианкой переговорили, что ей надо делать в следующий раз. Я буду делать второй заход? Да, давай, делай второй заход. Вот, ну что тут с моим чаем? Я уже чаю хочу, селов нету. Все равно, я надеюсь, я не заболею. Потому что все равно у меня как-то состояние, вроде я замерзла. Вроде и не сильно, но в то же время оно присутствует. Это дурацкое состояние. Как я и обещала, хочу показать вам бонусный урок, который мне подарили. Вот у меня была зефирные цветы. Курс мой начался 18 января. Уже он закончился. А вчера, 8 марта, выписали мне уже сертификат об окончании. Ага. Так. Вот. Это я вот сделала. А где? Чего, что я уже тут его профукала, что ли? Так. А, вот осенняя композиция. И здесь у нас входит что? Мне вот, опять же, говорю, что без мышки очень неудобно. Так, так, так. Ага. И по итогу у нас тыква из зефира. Дальше. грибочки. Малина. Ну и, естественно, сборка осенних композиций. Это тоже по-своему интересно. Кажется, что все просто. Но на самом деле не так уж просто. Здесь нет домашнего задания. Я это посмотрю. Наверное, может быть, завтра. Сегодня уже время, он 23.06. Вот. Мне все это интересно. Все это полезно. Блин. Ну, короче, ладно. Все. Так что, вот такие вот дела. Все. Получилось сертификат. Конечно, довольно как слон. Очень тяжело. Это мне все удалось. Конечно, вот зефирная флористика. Это действительно очень интересно. Ну, интерес начинается тогда, когда ты уже немножко овладела, да, вот мешком, насадкой. Ты понимаешь, как работают насадки. А до вот первые две недели, я думала, у меня будет нервный срыв, если честно. Думала, все. Не получится у меня закончить. Да, минус шустик. Ты мой сладенький. Мама думала, не получится закончить у меня. Я не знаю. Буду я это применять. Естественно, что я, продажами. Ну, кому я буду продавать? Продавать некому. Да, мои сладенькие. Это все чисто для себя и для души. Понимаете? Пока что я не планирую ничего покупать. У меня там курс еще макароны не закончен, как всегда, потому что я сдавалась и я не сдала его. есть у меня некоторые ошибки, да, но вот пустоты в макаронах, они у меня не мясные. Последний, наверное, уже получился мясной. Я сама не знаю, как. Вот. А все остальные там нужно было сделать, 5 макаронов с начинками, то есть 5 начинок. Какое тесто, ну, как бы не имеет значения, можно использовать на любом мини, можно использовать на французской меренге либо же на итальянской меренге. Ну, как бы, да, в данном случае французская проще, но поскольку я уже, как говорится, столько взбиваю эту меренгу и итальянская тоже дается, да, тоже несложно. Все эти дела. Вот, челешоныш, кушай, мама дала, потому что, ну, еще раз повторяю, у нас постоянно пустые миски, потому что шифтали, ну, он как подходит, он есть до дна. Не важно, сколько там, мало, много, там нужно все закончить. И выйду напоследок уже перед сном на улицу, холодно, дождь срывается, холодно очень, хочу вам сказать. Я что-то там глянула на прогноз, там где-то около нуля. Ну, мороза нет, гляньте, гляньте. Ох, ну, кого это так дымит? Видите, пара идет. Ну, потому что холодно, народ топится, это снизу тянет. Ну, я вроде думаю, ну, как бы, наша тоже. А что там, уже квартиру сняли? Аж ко мне ничего не говорил. Ну-ка, загляну-ка. Не знаю, сняли или нет, но вывески нет. Вот наша, наша парит. А то как снизу, так вот как шел. Не знаю. Короче, холодильное, несусветное, боже, когда это все закончится, уже сил нету. Уже почти полмарта прошло, да? Десятое марта на носу. А тут все холодина, холодина, холодина. Минож, ну, как будто бы ты самый голодный, как будто ты самый, вообще, не пил никогда воду. Ну, бесконечно, бесконечно. А вон вода работает. Я, правда, перенесла в нашу спальню, в паилку. Все, челес, заходи. Мама очень сильно замерзла. Все, челеса забежала. Ой, ой, кошмар, как холодно. Фух. Прям не верится. Что, я живу в Турции, казалось бы, да? В теплой, солнечной. В теплой стране я живу в такой холодине. Просто в общем, ладно. Ну, какого ты челешоныш? Я там открыла воду. Нет, нет. Иди туда, пей в спальню. Все. Готовься, иди пей воду, посети маленькую комнату, и мы идем спать. Пошла я в душ. Завтра я работаю в середине дня, после обеда. Но у меня что, с утра я хочу, у меня там есть остатки закваски. Вот, видите, я поставила. Восстановила я свою цельнозерновую. Вот. Не знаю, я на всякий случай завернула, потому что я замерзла. Мне кажется, и закваска у меня тоже может замерзнуть. то цельнозерновая, а это ж я еще пшеничную здесь выращиваю. Но она, конечно, не такая активная, ну, как бы, да, вот как цельнозерновая, но тоже, тоже, тоже не стоит, не дремлет, тоже работает. Вот, так что все. Пошла я. Вам всем спокойной ночи. А что тут? Ну, тут горяченько. Не, сюда не буду ставить. Все, всем спокойной ночи. Либо же доброго дня. А может быть, доброго утра. Все зависит от того, когда вы смотрите наше видео.